Семинар наш называется «Что такое бизнес-процессы?». Как можно догадаться, про бизнес-процессы речи пройдет. Прежде чем начнем пару слов о себе. Меня зовут Комков Андрей Григорьевич. Я преподаватель Центра Специалистов, сертифицированный преподаватель Центра в сертифицированном обучении фирмы 1С. Читаю полный набор курсов по части программирования в 1С предприятии. И сегодня коротко расскажу о том, что такое бизнес-процессы, зачем они нужны. И заодно напомню о том, что у нас есть отдельный курс по бизнес-процессам, который в конце этого месяца у нас запланирован. Описание вы можете на сайте почитать, либо все вопросы интересующие задать по телефону. Те, кто был у меня на курсе по основным объектам, знакомы немного с механизмом бизнес-процессов. Это примерно половина того объема, который мы посмотрим сегодня. По поводу бизнес-процессов, что это такое, зачем они нужны. Упрощенно можно говорить про бизнес-процесс, как про последовательность операций, которая повторяется устойчиво и для чего-то нужна. Похоже, определение на определение алгоритма, только применимо в бизнес-контексте, к жизни некой организации. И вот простой пример. Нам вполне будет достаточно интуитивного понимания того, что такое бизнес-процесс, но на всякий случай. А бизнес-процесс по подготовке к продаже неких товаров в организации торговой с точки зрения того, есть ли на товарах ценники. Что у нас происходит? После того, как товар купили, необходимо выполнить, решить вопрос о том, по каким ценам эти товары будут продаваться. Этим должен заниматься отдел закупок. Скорее всего, в какой-то учетной системе отдел закупок зафиксирует цены продажные на поступившие товары, после чего можно передать складу задачу по поводу печати ценников. Ну, складу, потому что, к примеру, у склада есть соответствующий принтер для этой печати. После того, как напечатано нужное количество ценников, они передаются в отдел продаж, отдел продаж их наклеивает. Вот простой пример. Последовательность операций, которые выполняются друг за другом, и можно определить исполнительные задачи. Собственно, к чему нам заниматься этими бизнес-процессами, что это дает бизнесу? Во-первых, происходящие в жизни организации процессы становятся прозрачнее. Они уже не в голове у конкретных людей, они описаны. И всем известно. Что помогает нам сделать так, чтобы общение сотрудников было уже не устным, не по телефону, а с помощью учетной системы? И это же позволит нам сделать так, чтобы новым сотрудникам работали проще. Что особенно интересно, мы не просто описываем этот процесс в системе, мы учитываем прохождение каждого этапа для каждого процесса. И благодаря этому мы можем видеть, во-первых, как движется конкретный процесс, на каком он этапе, и таким образом его контролировать. И что еще может быть весьма полезно, это то, что мы фиксируем время выполнения каждого этапа и можем заниматься оптимизацией процессов, происходящих в компании, выяснять, на какой стадии конкретного процесса у нас тратится не большее количество времени, и разбираться, почему так происходит. Можно говорить о других преимуществах, а мы же поговорим о том, как конкретно это реализуется. Предлагаю посмотреть простой пример, и для этого я создам базу в чистую файловом варианте. Мы опишем какой-нибудь простой процесс и посмотрим, какие есть у платформы возможности для того, чтобы эти процессы описывать и использовать. Вот есть у нас чистая база. Начнем мы, правда, издалека. Мы начнем с объекта задачи. Есть у нас такой объект задачи. Посмотрим сначала на задачи. Вот создали мы задачу. Задача, объект, похожий на справочник, но с некоторыми особенностями. Давайте посмотрим на задачу, какая она есть по умолчанию. Вот список задач. Задачи можно создавать. Из стандартных реквизитов мы видим нам доступно название и дата этой задачи. Скажем. Распечатать ценники. А задача поставлена, правда, я сразу же поставил отметку, что она выполнена, что нежелательно. Вот такой пример посмотрим. Список задач содержит лишь список того, что нужно сделать и чаще всего, кому эта задача предназначается. Пока у нас этого нет. В каких-то случаях, наверное, это уже будет полезно. В организации, например, в которой работает один сотрудник, он может сам себе задачу ставить в качестве напоминания и пользоваться таким вот списком. И после того, как задача выполнена, ставить отметку о том, что она выполнена. Какой-то уже примитивный механизм учета задач у сотрудников здесь присутствует, но чаще нам все-таки хочется указывать, кто ответственный у нас за выполнение задачи. А в такой ситуации мы имеем возможность добавить реквизиты к задаче и посмотреть, чем нам это поможет. Начнем с чего? Будем создавать задачу с указанием того, сотрудник на какой должности будет этой задачей заниматься. Для этого я добавлю справочник от должности. В общем-то и все, только предопределенные должности я добавлю. Пусть у нас в процессе участвует должность кассир, продавец. Нам потребуется еще и старший продавец и кладовщик. Так вот, должность. Соответственно, чтобы адресовать задачу по этой должности, мы к задаче добавим реквизит. Только реквизит не простой, а реквизит адресации. Давайте воспользуемся этими реквизитами, потом будет понятнее, чем реквизиты адресации отличаются от просто реквизитов. Реквизит адресации будет называться должность. И это уже дает нам некоторые возможности. В частности, мы можем теперь для задачи не просто описать ее, а указать сотрудник на какой должности будет заниматься выполнением этой задачи. Так, уже стало немножко интереснее, теперь можно раздавать задачи по должностям сотрудника. Что, если у нас есть кладовщики в разных подразделениях и нам требуется выдавать задачи кладовщику в конкретном подразделении? Как мы поступим в такой ситуации? Напрашивается очевидное решение добавить второй реквизит. Выводим справочник подразделений. Добавляем сюда какие-нибудь предопределенные подразделения. Отдел продаж и склад отбух галтери. И следующее действие второй реквизит для адресации задач. У нас появилось подразделение. Теперь можно выдавать задачи с указанием подразделения. Скорее так. Такой подход уже может иметь место и некоторые организации пользуются отдельно объектом задачи. В том случае, если процессы очень простые. Тут важно понимать, что при использовании лишь объекта задачи все процессы находятся у кого-то в голове, кто контролирует выполнение задач, раздает их нужным людям. Передает задачу дальше в зависимости от выполнения каких-то условий. Можно данную последовательность формально описать с помощью объекта под названием бизнес-процесс. А вот этим мы сейчас и займемся. Создаем бизнес-процесс. Бизнес-процесс посмотрим не тот, который был на слайдах, процесс продажи, чтобы он был немножко посложнее. Так вот, бизнес-процесс такой объект, который не просто описывает бизнес-процесс, он автоматически создает задачи, и эти задачи будут создаваться в том списке задач, которые мы здесь укажем. Это первая настройка, важная бизнес-процесса. Ну и вторая настройка, важная, это описание карты. У бизнес-процесса на закладке «Прочие» по кнопке «Карта маршрута» откроется описание. Карта маршрута, собственно, это и есть наш бизнес-процесс, описание всей логики его работы. Давайте придумаем какой-нибудь процесс. Процесс начинается обычно с одной или нескольких точек старта, чаще с одной. Ну и дальше что-то у нас происходит. Все точки, которые можно использовать при описании бизнес-процесса на соответствующей панели здесь в редакторе схемы, ну, точка действия у нас, наверное, наиболее часто востребованная. Действия. С чего у нас будет начинаться процесс? Ну, к примеру, у нас будет все начинаться с того, что для покупателя, который обратился, будет сформирована некая коммерческая предложение. Назовем это подготовка документов. И, что интересно, что у точки бизнес-процесса есть возможность указать должность и подразделение. Можно прямо и сразу при описании этой схемы, маршрута этого бизнес-процесса. благодаря тому, что мы описали реквизиты адресации, два реквизита, соответственно, в свойствах точки действия появилась возможность задать значение этих реквизитов адресации. Кому предназначена будет вот эта задача? Можем сразу сказать, что подготовкой документов у нас занимается продавец подразделения отдел продаж. Каким будет шаг следующий? Предположим, что продавцы у нас имеют возможность задавать некие произвольные цены, насколько они способны, и после чего данные цены будут нуждаться в согласовании со старшим продавцом. Это будет следующее действие. Согласование цены. Кто будет заниматься этим? Старший продавец, отдел продаж. Вот описали мы вторую точку. Дальше уже процесс становится интереснее, потому что согласование может пойти по-разному. Может быть согласован документ, а может быть и не согласован. А тут возникает вопрос, как мы собираемся различать согласованный процесс или несогласованный с учетом того, что у нас сейчас в системе вообще говоря никаких документов нет. А тут важно следующую штуку понять, что бизнес процесс это ссылочный тип, экземпляры которого будут создаваться для каждого процесса. Каждая продажа это один элемент этого бизнес процесса продажи, как элементы справочника. Соответственно все необходимые, все свойства каждого конкретного процесса можно описать с помощью его реквизитов. И если вот этот процесс нуждается в согласовании на каком-то этапе, то нам ничто не мешает добавить реквизит. Цены согласованы типа булева. А как будет устанавливаться этот реквизит, это уже отдельный вопрос, о котором мы коротко поговорим. Итак, дошли мы до согласования ЦА. Дальше точку действия мы уже поставить не можем, потому что нам нужно как-то проверить, как прошло это согласование. На этот счет есть у нас точка условия. Точка условия мы назовем проверка. Согласование цен. Ну и два у нас варианта есть, либо согласованы, либо нет. если не согласованы, мы сделаем просто, мы просто поставим точку завершения, можно было передать куда-то в начало процесса, но мы ограничимся вот так. А что мы будем делать, если все-таки цены согласованы? Будем получать оплату, добавляем следующую точку. Что происходит, если удалось согласовать цены? Действие получения оплаты. Кто этим будет заниматься? Кассир, бухгалтерия. Думаем дальше. Если мы оплату получили, что у нас может произойти после этого? давайте немножко усложним наш процесс и решим, что дальше у нас будет происходить несколько действий. Например, упаковка товаров у нас может случиться. Упаковка товаров этим будут заниматься на складе. кладовщик склада. И также после получения оплаты нам нужно согласовать какие-то условия по доставке. назовем это уточнение условий доставки. Ну пускай этим занимаются те же люди, тоже кладовщик на складе. Пусть у нас так. Мы можем решить, что эти действия будут выполняться у нас параллельно. И обе задачи должны быть выполнены при этом. Тут нам поможет следующий вид точки. Точку разделения можем поставить. Процесс мы делим на две части. Вот так. Соответственно после того как это все выполнится мы собираем его вместе точкой слияния. слияния. И дальше можно было бы конечно пофантазировать, но мы нарисуем то же по завершению. И у нас описана схема. Вот какой-то процесс мы придумали. пока что эта схема не закончена. А по причине наличия в ней вот этой точки проверки согласования цен. А потому что нам интуитивно понятно что-то должно происходить, платформа сама не знает что цены согласованы. Это тот реквизит в зависимости от которого должно сработаться здесь что-то на этапе проверки. Точка такого вида нуждается в том, чтобы мы описали событие проверку условия. Здесь нам необходимо написать что определяет результат. А результат это параметр обработчика событий. Результат равен цены согласованы. Если согласованы результат истинно и процесс пойдет по направлению да, если не согласованы значит ложь и процесс пойдет в другом направлении. Вот у нас есть уже некий бизнес процесс и описана его схема. Как этим теперь можно пользоваться? Для наглядности я добавлю формы бизнес процесса так, чтобы можно было смотреть эту карту. Важное очень условие, которое желательно иметь в виду, вот эту карту мы описали в конфигураторе и пользователь сможет максимум на нее посмотреть. В пользовательском режиме мы эту карту не редактируем, что возможно является одним из ограничений популярности бизнес процесса. Добавлю форму и чтобы на форме показать карту завожу реквизит карта типа графическая схема. И потребуется кнопка «Показать карту». Готово. У нас все готово для того, чтобы продемонстрировать работу бизнес процесса вот в том варианте, который мы сейчас нарисовали. Бизнес процесс ссылочный тип и как и у справочника документов есть список экземпляров этого процесса и кнопка «Создать». Создаем процесс. По продаже чего-либо у нас не будет в этом примере какой-то законченной системы, мы просто стартуем процесс продажи чего-то и смотрим на его карту. Процесс стартовал и активность стала задача вот эта по подготовке документов. Это значит, что мы ожидаем сейчас от бизнес процесса, что он создаст задачу с указанными условиями нужным сотрудникам. Посмотрим на список задач. Появилась задача по подготовке документов, указано кто этой задачей занимается. для данной задачи если мы ставим отметку выполнено автоматически появляется следующая задача. Что произойдет если мы сейчас выполним задачу согласования цен. Вернусь к карте процесса. Сейчас мы находимся вот здесь на этом этапе. И поскольку мы не отметили бизнес процесс как согласованный по ценам, то мы пойдем сейчас в точку завершения. Поэтому я возьму этот бизнес процесс, поставлю здесь галочку цены согласованы. Теперь при выполнении задачи согласования цен мы пойдем сюда в направлении да и появится у нас задачка по получению оплаты. Выполняю согласование цен, получение оплаты появилось. Дальше что произойдет при выполнении этой задачи? Создаются две новые. И если попробовать выполнить одну из этих двух новых задач, нужно отметить, что бизнес процесс у нас пока еще не дошел до конца. Ожидается завершение еще вот этой задачи по упаковке. я выполняю эту задачу. Бизнес процесс завершен. Что можно видеть по свойству завершенного процесса? Вот по этому примеру уже можно примерно представлять себе как работает бизнес процесс в смысле механизма платформы. Ну и тут же можно подумать на тему как его можно развивать и что еще можно здесь сделать. Ну вот о чем мы подумаем дальше. Можно посмотреть снова на схему. сейчас мы получали задачу на каждом шаге. Каждая точка действия формировала нам одну задачу. Для какого-то сотрудника непонятно какого мы знаем только должности и подразделения где он работает. И нам было этого достаточно потому что мы так планировали работу что любой сотрудник в этой должности может взять эту задачу выполнить. А что если у нас например так придумали что согласование цен будут выполнять все старшие продавцы которые есть у нас в отделе. У нас например 2 или 3 человек старшие продавцы и нужно согласие каждого. В такой ситуации будет ли нам достаточно адресации по должности и по подразделению? мы уже не обойдемся одной задачи нам потребуется задач столько сколько у нас этих продавцов причем выдать задачи нужно каждому. Мы пришли к необходимости задать еще один реквизит адресации и я я это продел уже с точностью до сотрудника можно попытаться адресовать задачки поэтому я добавлю справочник сотрудники тут тут уже не будет предопределенных элементов мы не можем себе такого позволить и я добавляю следующий реквизит адресации сотрудник реквизит у нас появился но мы на этапе описания нашего процесса не имеем возможности указать здесь сотрудника нет у нас предопределенных сотрудников но при ведении учета мы знаем кто где у нас работает и в принципе можем как-то описать вот эту информацию о том какие сотрудники в каких подразделениях работают и на каких должностях тут нам поможет регистр сведений создаем регистр под названием сведения адресации и по поводу данных мы предполагаем что один сотрудник может работать в одном подразделении на разных должностях в одной должности на разных подразделениях поэтому все три параметра у нас попадают в измерение измерение будет сотрудник должностей и подразделения подразделения нам нужны какие-нибудь сотрудники добавили кто у нас работает кассиром в подразделении бухгалтерии теперь у нас эта информация есть нам потребуется продавец нам потребуется еще и старший продавец ну и мы решили что у нас два старших продавца поэтому я добавлю второго старшего продавца подразделения отдел продаж можно продолжить нам этого вполне достаточно для демонстрации будет есть регистр который показывает кто где работает в какой должности и теперь нужно сделать так чтобы задачи при формировании задач бизнес-процессом использовали сведения этого регистра тут мы переходим к настройке задач на закладке адресация мы описали реквизиты адресации теперь можем дополнительно указать что у нас есть некий регистр сведений адресации и необходимо теперь сопоставить измерения этого регистра с реквизитами адресации ведь по названию у нас автоматически этого не произойдет поэтому я для реквизита адресации должность отмечаю что этот реквизит адресации соответствует измерению должность в регистре сведений соответственно подразделение соответствует подразделению сотрудник соответствует сотрудникам почти все И что еще важно сделать для вот этой точки действия? Отметить, что она групповая. Это значит, что когда мы дойдем до этой точки, будет использован регистр сведений и из регистра будут выделены записи с этой должностью и подразделением. И все сотрудники, которые найдутся, им всем будет создана вот эта задача. Вот. И давайте пронаблюдаем, как работает данный механизм. Для чистоты эксперимента я удалю тот процесс, который есть, чтобы было просто проще наблюдать. Создаю очередной процесс продажи. Появилась задача. Пока все как и было. Указана должность подразделения, сотрудника нет. Мы предполагаем, что он здесь и не нужен. Задача выполнилась. И появились задачи по согласованию уже для двух сотрудников. Для конкретных сотрудников. Благодаря нашим настройкам и заполнению вот этого регистра сведений и адресации. Вот теперь пока обе задачи у нас не выполнятся, процесс дальше не пойдет. Выполняю первую, выполняю вторую. Процесс пошел дальше. Ну, дальше все как и работало у нас. Это уже чуть более развернутый пример, показывающий возможность нам описать регистр сведений и адресаций, но и адресовать его помощью задачи конкретным сотрудникам. Что еще мы могли бы здесь посмотреть? Есть несколько направлений, куда можно развивать вот этот механизм. Первое очевидное состоит в том, чтобы для разных сотрудников мы могли организовать списки их задач, тех задач, которые им адресованы. Ну, давайте попробуем это проделать. В полном объеме не будем, но в качестве демонстрации нужно иметь в виду, как это происходит. Итак, у нас должны появиться теперь пользователи, потому что пользователей у нас пока что нет. А чтобы пользователи появились, нам придется создать роль. Полные права. Роль описана. Теперь мы можем для каждого из сотрудников добавить соответствующего пользователя. Первый пользователь. Второй пользователь. Третий. Четвертый. Пользователи у нас есть. Теперь, как мы обычно определяем, кто есть кто при работе системы. Тут стандартный выход. Завести параметр сеанса и при старте сеанса заполнять его сведениями о том, кто из сотрудников сейчас работает. Параметр сеанса. Текущий сотрудник. Справочник. Справочник. Ссылка. Сотрудники. И заполним этот параметр сеанса. В модуле сеанса при установке параметров мы напишем. А текущий сотрудник равно справочнике сотрудники найти по наименованию. Имя пользователя. Встроенный метод, который возвращает нам вот это имя. пользователь, который запустил сеанс. И у нас имена совпадают с наименованием элементов справочники сотрудников. Соответственно, найдется ссылка на нужный элемент справочника и будет она записана в параметры сеанса. Будем считать, что параметр сеанса текущий сотрудник содержит ссылку на того сотрудника, который сейчас работает с системой. и дальше мы вернемся к настройке задачи. Здесь есть некоторые возможности решить все автоматически. Таким вот образом. Здесь есть свойство основной реквизит адресации под названием ну пусть будет сотрудник, что логично. Мы будем задачи адресовать сотрудникам и показывать их конкретным сотрудникам. Ну и текущий исполнитель, это из какого параметра сеанса мы можем определить. Итак, здесь первое сотрудник, это измерение в регистре. И текущий исполнитель, это параметр сеанса, в котором указано, какой сотрудник сейчас работает. Что и позволит платформе автоматически найти задачи для текущего сотрудника. Ну и почти все у нас готово. Давайте проверим. Здесь у нас все есть. Давайте попробуем посмотреть, как у нас сейчас задачи видны. Но, опять же, тот список, который у нас сейчас отображается, список задач, этот список задач содержит все задачи. Нужно что-то придумать, чтобы он содержал задачи только по исполнителю, по текущему. Причем, в идеале, это как должно работать? Это должен быть либо тот сотрудник, который здесь явно указан, либо сотрудник, которого здесь нет, но по данным регистра сведений, и регистра сведений адресации, можно понять, что он и есть сотрудник в этой должности, в этом подразделении. Например, мы сейчас работаем под пользователем Корейко, соответственно, нет задач, явно адресованных этому сотруднику, но нам хотелось бы видеть их все равно хотя бы вот эту задачу, потому что по данным регистра сведений адресации, он является кассиром в этом подразделении. И тут, к счастью, есть возможности, да опять же, получить автоматически. в задачах. Создам форму задач, форму списка. Форма списка по исполнителю. Основной не будем ее назначать, чтобы она не заменила обычную нормальную форму списка. Здесь будут собраны задачи только по тому исполнителю, который сейчас зашел в систему. Для отладки давайте покажем все это. Итак, у нас есть форма. Реквизит список – это как положено динамический список. Но мы вот что сделаем. Основную таблицу заменим. Есть просто задача, а есть таблица задач по исполнителю, при формировании которых, вот тот механизм, который мы рассмотрели, будет работать. Будет выполняться поиск задач с учетом текущего исполнителя и содержимого регистра сведений. Так, выбрали. И эту форму покажу в командном интерфейсе. Даже вот здесь, на начальной странице. Вывели на начальную страницу, запускаем, под пользователем давайте корейка. И что мы здесь видим? Есть задача, адресованная этому сотруднику, хотя явно мы здесь сотрудника не указали. Если пропал звук, напишите, есть ли звук у кого-нибудь. Да. Значит, продолжаем. Прекрасно. Спасибо. Так вот, здесь момент, на который внимание нужно обратить. список задач по исполнителю нашел задачу даже при условии того, что здесь не указан текущий пользователь. Но он есть в регистре сведений адресации. Должность его кассир, подразделение бухгалтерии, соответственно, все задачи, адресованные этой должности, этому подразделению, отображаются в списке задач этого пользователя. Вот так у нас получается. Можно для контроля запуститься под другим каким-нибудь пользователем. Посмотрим, есть ли у нас для продавца задача. Да, есть задачи по подготовке документов. Ну и, естественно, оставшиеся пользователи увидят свои именные задачи. Конечно. Видим, есть. Ну вот, в таком виде мы оставим наш механизм. Бизнес-процесс наш, и только обсудим направление того развития, которое можно было бы ему дать. Что можно было бы сделать дополнительно? Главное здесь, наверное, это по возможности скрыть сам бизнес-процесс, потому что мы сейчас видим список задач, открываем задачу и просто возьмем кнопку «Выполнено». На самом деле, пользователю, конечно, это будет не очень удобно. Вот пользователь кассиру видит задачи получения оплаты, и ему придется разбираться, от кого эта оплата, в какой сумме ее требуется получить, по какому документу эта оплата и все такое подобное. Поэтому здесь будет очень полезно сделать следующее. Сделать так, чтобы при открытии вот этой задачи мы либо бы подменяли вот эту форму другой форме, где написана информация по поводу оплаты, либо еще лучше при открытии задачи открывался бы документ новый в приходной кассовый орден, при проведении которого задача бы закрывалась, то есть мы бы использование напрямую задачи для пользователя кассиру брали бы вообще. И в таком духе по возможности для каждого сотрудника при открытии его задачи открывать лучше форму, которая наиболее полезна этому сотруднику. Вот то, чем еще можно заниматься при изучении бизнес-процессов и в соответствующем курсе, чем мы занимаемся. Ну, второе направление связано с изучением прочих точек действия. мы, вообще говоря, посмотрели наиболее часто используемое. Если бегло у нас есть выбор варианта из нерассмотренных точка обработки и точка бизнес-процесса вложенного, ну, и мы их не будем обсуждать, пожалуй, можно единственное про декорации сказать, эти две точки декорации и линии они ничего по сути не делают, они только позволяют вам дописать какой-либо комментарий к процессу. Это еще одно направление изучения бизнес-процессов, то, чем мы занимаемся в курсе соответствующем. Ну, еще можно подумать про смежные задачи, которые явно в таком вот виде здесь не видны, но что если подготовили мы документы, появилась задача по согласованию цен и ничего не происходит. Вопрос, что делать в такой ситуации, ситуация вполне вероятна. Когда процесс у нас какой-то определенный, зависит на какой-то точке и ничего не происходит, тут нужно придумать какой-то сервисный механизм. К примеру, регламентным заданиям искать подобные задачи безусловно или при каком-то условии их принудительно завершим. Ну, вот такого класса задач тоже полезно продумывать и этим мы тоже занимаемся. Я надеюсь тем, кто не был знаком с бизнес-процессами, как механизм платформы, стало понятнее, что это такое. И пришло время вам задать вопросы, если они у вас есть. Коллеги, если вопросы есть, пишите их лучше в чат, потому что со звуком я, к сожалению, не могу. работать при большом количестве слушателей. Вот и вопросы по порядку. В ближайший курс сейчас я вам назову одну секунду точную дату. конец этого месяца. 27-28 августа ближайший курс по бизнес-процессам. Время с 10 до 17.10 в дневной режим. условия обетвления Условия вот у этой точки только да-нет. У точки выбора варианта множественное. Если нужно не да-нет, а несколько вариантов, то это точка выбора варианта. Бизнес-процессы описываются при разработке конфигурации и если у вас ведется доработка и есть возможность менять конфигурацию, то вы можете залезть и описать какой-то свой бизнес-процесс. Вот только так. Не обязательно именно при переводе, можно и после перевода доработать, но со всеми вытекающими последствиями конечно при доработке существующей конфигурации. Если вопросы есть еще, то пишите пожалуйста в чат. по сложности у нас нет каких-либо ограничений, то есть вы можете описывать настолько, насколько пока будет возможность понимать как оно работает. задача это просто некий элемент в списке задач, то есть она там может находиться сколько угодно долго. Если вам нужно периодически как-то на это обращать внимание, если вы напишите некий алгоритм, то там вы любуете. Можете каждые 10 минут проверять зависшие задачи можете раз в день как напишется так и будет заработаться. Либо другой вариант построить отчет, который будет проверять наличие задач, которые какое-то время у вас висят и никто им не занимается. Ну и вручную потом какие-то меры предпринимать. Вот такой вариант тоже возможен. Так если я правильно понял вопрос про вывод в виде текста, это как вы отчет напишите. Можно написать и так, чтобы в виде текста выводилась. Это уже вопрос не процессов, а написания этого отчета. процессы могут быть вложенными и у нас есть соответствующая точка вложенный процесс. Доходим до этой точки и если дошли стартует новый процесс. Тут нужно подробнее обсуждать и при старте этого процесса чаще всего ему нужно какие-то параметры передать из того процесса, который запускает. Это единственная сложность, которая тут может возникнуть. вы создаете процесс, указываете какой-то из существующих бизнес-процессов, может сам себя запускать при необходимости. По поводу задач, если я правильно понял, вопрос в том, используем ли мы один список задач или разное. Один бизнес-процесс использует один список задач, более того, у нас в обычных конфигурациях есть несколько бизнес-процессов, а список задач вообще один, потому что так проще потом отчеты писать. Типовой случай, когда задачи у вас вообще один объект, а бизнес-процессов много. И все они пишут задачи в этот список задач. Если есть еще вопросы, пишите. Вопросы вы также можете присылать по почте. почту я вам напомню. Выгрузку базы, с которой мы сейчас работали, можно будет найти в личном кабинете на сайте. Если откроете список курсов, вот этот семинар, и там должны быть ссылки на материалы разных курсов. Если не найдете, можете запросить по почте. Ну, и раз вопросов у нас больше нет, у нас по плану семинара предусмотрен тест. Если кто-то любит проходить тесты, я запущу тестирование, чтобы вы смогли проверить то, как вы знаете те понятия, о которых мы сейчас говорили, не более. Я думаю, что чат будет доступен, и вопросы можно будет писать параллельно.